Шурка Шурка, конечно, жалко убивать, но работа есть работа. Это на любой работе, хоть на межкоминате, на бойне взять. Тоже жалко, но работа есть работа. Кушают все, а кому-то этим и надо заниматься, кому-то. И шкуры снимать, и обделывать мясо, и убивать. От работы, говорит, никуда не денешься. Музыка Зовут Николай меня. Я с 1958 года рождения. Промыслом занимаюсь 35 лет. Мне вообще всю жизнь нравилась охота. Отец научил меня охоте, всему. И поэтому я занялся с армией, как пришел и начал заниматься охотой. Ну вот, допустим, промысел сурка происходит. Одним не занимаешься. Обязательно это надо 4-5 человек, потому что там работа. Надо поймать, ободрать, обездрить, жир снять, вытопить, шкуры расколоть, снять. Ну, короче, это получается целый день с самого утра до позднего вечера занят в работе. Раньше всегда это было семейное. Поэтому вот со мной ездит жена обязательно каждый год. Сын старший ездит. Им что-то не хватает, надо ехать в степь обязательно. Это уже как привычку им вошло. Еще двух человек с собой брали. Один молодой, но, правда, он уже третий год занимается. Славик. Илья тоже уже занимается где-то около четвертого года. Стараюсь брать всегда кто уже обученный, кто был на промыслах. А иначе учить это очень сложно. Не каждый человек это может сделать, то, что может делать. Ну, с Павлом я первый год работаю. Он молодой, здоровый. Тоже не первый год уже занимается этим промыслом. Ну, вот мы встали на промысел. У нас 600 голов. 600 для меня уже возраст. Мне тяжеловато. Мы встали как бы на двух машинах. Ну, и вот он мне помогает. Почистишь только хорошо. Почистишь и на шею эти тоже вырежешь. Спотники. Хорошо? Ну, я не знаю как там. А их видно? Их видно. Когда резанешь, они вот здесь вот выходят. Вот здесь вот из подмышки сюда выходят. Помоешь и закинешь варить. Ну, вот где промысла не велось много лет. А не получается, что старые не приносят молодежи. И семьи часто погибают. А вот где промысловые участки, этот промысел уже у нас ведется в Казахстане с 47-го года. И вот где промысел ведется, там популяция сурка не уменьшается. А где не занимались промыслами, там уже и сурка почти нет. Он поисчезал весь. Играет музыка Вот когда капканы ставишь свежие, а утром проверяешь, 30% попадания есть, это уже хорошо. Играет музыка старого берешь молодежь выпускаешь если старого вылавливаешь потом на следующий год если в этой норе молодежи не было появится молодые и семья увеличится а если не вылавливать старики все перемотать вот так он когда выходит вот так поэтому вот одна лапа вот старая он вот так дальше срок вообще интересное животное у него как у людей тоже характер разный другой в капкане спокойно себя ведет не кувыркается ничего в руки дается легко а другой агрессивный и кидается и норовит укусить тебя постоянно это тоже своеобразное животное характер тоже видать у всех раз по-разному себя ведут зубы желтые это уже старый а если зубы белые мелкие это молодой и и и и и и и КОНЕЦ 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 Много ездишь. Километраж очень большой получается в день. По 150 километров и более накатываешь. И видишь, что в разных животных попадает. Ворсук, лиса, корсак, хорек. Практически все. Бывало, и волки попадали даже. В основном все отпускаешь. На каждую же пушнину есть установленные сроки. Она сейчас как не выходная. С такой дурью придавливаешь, он все равно выворачивается. Вот капканы, видишь, даже орлы ловят. В этом году. Я пойду, допустим, на промышле. Я больше стрельбой занимаюсь, чем капканами. Потому что вот стрелянный срок, он намного жирнее, чем капканный. Ты сам выбираешь, что тебе надо. Ты остановился, в оптику посмотрел. Мелкий не надо. Там средний тоже не надо. Нужен крупный только. Старый, жирный. Стреляю ее очень давно. Я в детстве ходил, занимался в ДСАФ стрельбой. Стреляю с любого оружия. Хоть с оптики, хоть с гладкоствольного. С любого. Оружие разное. И карабин есть, и все. Ну, допустим, я предпочитаю смелкашки. Ну, при стрельбе сурка, допустим, самое смертельное место у него, это под ухом. Там проходят все нервы, позвонок. Когда точно под ухо бьешь, его как парализует, получается. У него ноги растягиваются. Только один хвостик дрожит, все, это смертельное попадание. Бить только наверняка. И только, я говорю, когда погода позволяет, в хорошую погоду, чтобы у сходов не было, чтобы не губить зверя. Бить только наверняка. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Основное время кухня, там, работа. Пойдемте, покажу. Так, вот это наше жилье. Это вещи наши вот в сумках с собой мы и оставлю. Вот наша люстра. Фонарик. Мы, я говорю, только вот ночуем здесь. Оля вот здесь вот спит. Ой, тут открыто у него оставил все. Так, мальчишки. Здесь вот палатка спят. Пойдемте. Пройдем. Места много. Тепло, два одеяла, матрас, две подушки. Это тут сурчинный хвост. Срезается, убирается оттуда кость, засаливается, и она как брелок идет. Это наш типа холодильник. Лук, яйца, варенье. Это кухня наша. Здесь очень уютно. Люблю кухню. Да, самое главное место это у нас. Кухня. Да, самое такое. Самое живое. В основном питаемся-то никакой не тушенкой, а в основном едим-то сурка, и супы готовятся на сурке, и второе, и все такое. В обед в основном суп какой-нибудь, там вот мясо на сковородке поджариваешь вареное, а на ужин уже что-нибудь такое вот. Тушишь, жаришь, там котлеты, может быть, там что-то чебуреки, такое уже всякое. Что-то нападает, если уже там все равно приезжают кто-то. Тушишь, жаришь, тушишь. Тушишь, жаришь, что-то нападает. Тушишь, жаришь. Тушишь, что-то нападает. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Получаться будет. Встаешь очень рано. Едешь на обход, проверяешь капканы или стреляешь, едешь. Потом возвращаешься где-то к часу. Пообедали и сразу, как говорят, в обдирку. Обдирать, жир снимать, шкуры мездрить, раскалывать их. А в шесть опять надо ехать или на обход, или стрелять ехать. И возвращаешься уже где-то, как солнце начинает садиться. Часам к девяти, к десяти. Ужин. И спать. Утром опять то же самое. И так получается в течение месяца. КОНЕЦ Триста градуса. И сейчас без языкнём простался. Траймур СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Пусть оно живет, оно жило веками, и пусть веками и живет. И красотой своей нежной сердцем не согрей. Лебед, друг, поднялся в облако, песню прервал, и сложив, не страшно, крылья на землю упал. Я хочу, чтоб жили лебеди и от этих стай, мир добрее стал, мир добрее стал. Спасибо.